Всем привет! Это канал Байки о байках. На нашем канале мы еженедельно рассказываем вам о новинках мировых велосипедных брендов с очень кусачими ценами. Так спокойно говорит о ценах этих вещей. Аж непривычно. Обожаю ее фразы. А стоит он всего лишь 8000 фунтов стерлингов. Да, зарубежные бренды не балуют нас лояльными ценами. А что же наши отечественные производители? Давайте поближе познакомимся с ними и узнаем, как у них прошел безумный 2020 год и что нового ожидать в этом 2021 году. На сегодняшний день на нашем рынке основную нишу занимают три фирмы, производящие велосипеды на территории России. Это Forward, Stealth и Stinger. Мы просили рассказать их о себе, а также предоставить на обзор любой популярный велосипед в классе МТБ в бюджете 20-30 тысяч рублей. Самой открытой и оперативно готовой к встрече оказалась фирма Forward, за что отдельное спасибо ее сотрудникам. А теперь давайте знакомиться. Итак, первыми мы побывали в компании Forward. Всем привет! Меня зовут Губарев Игорь, и я представляю велосипедный завод Forward. Игорь, пару слов о вашей компании. Компания Forward существует более 20 лет. Наше производство и центральный офис находятся в городе Пермь на Урале. Компании принадлежат несколько велосипедных брендов. Это Forward и бренд Альтаир. Это бренд-формат. Велосипеды высокого уровня. Это уже высокий любительский спорт или средний сегмент профессионального спорта. Бренд городских велосипедов. Бирбайк. И целый ряд торговых марок, запчастей и аксессуаров для велосипедов. Много лет назад компания начинала как торговая, но достаточно скоро переориентировались на производство. На данный момент мы варим стальные рамы, также, естественно, их красим и оклеиваем. Мы собираем велосипеды и мы производим велосипедные обода. И у нас сейчас очень большие планы на развитие производства, которые, я надеюсь, мы как можно скорее осуществим. Игорь, вы нам на обзор предоставили модель Apache на 29-м колесе 3.2. Да. В двух словах, почему именно эта модель и чем она так особенная? Велосипеды Apache – это целое семейство велосипедов. Они принадлежат к одному из самых востребованных, популярных на данный момент типов велосипедов. Это алюминиевые хардтейлы. Они у нас идут в нескольких размерах рам. Они бывают 15-е, 17-е, 19-е, 21-е. Также они бывают на 27-х с половиной колесах и на 29-х колесах. И несколько типов тормозов. И брейк, дисковая механика и гидравлика. Этот велосипед, ценность которого выше, чем его цена. На этом велике стоит, как на великах класса, намного выше. На нем стоит широкий руль, на нем стоят современные грипсы, на нем широкие-широкие покрышки, шириной 2,3 дюйма. Это велосипед со скрытой проводкой. И мне очень-очень нравятся цвета. И в этом году мы на наши велосипеды начинаем ставить нового производителя комплектующих в нашем модельном ряду. Это компания L2. И эти велосипеды на комплектующих L2 мы маркируем индексом .2. Есть особенность. Велосипеды на Шамана, которые .0 идут у нас на трещатках. А велосипеды на L2, которые .2 идут на кассетах. То есть там мы получаем шаману на трещатке, а здесь на кассете на L2 в равной цене. Да, абсолютно в равной цене, да. В категории хардтейлов до 30 тысяч рублей, уж точно в рамках продукции компании Форвард, велосипеды Апачи по-настоящему самый хороший выбор. Следующий вопрос такой. Как прошел 2020 год? Это был крутой год во всем. То есть это был... Или крутой год испытаний? Ну, такой, то есть, да, он был испытаний. Это был год, когда надо было мыслить нестандартно. Это был год, когда действительно не работали никакие шаблоны. Это был год, когда... Ну, когда государство еще само не знало, что делать. То есть я так понимаю, что наша страна не сталкивалась еще с такими вызовами. И мирно точно не сталкивался. У Форварда статус предприятия стратегического значения, и поэтому завод не закрывали. К нам приехали ребята из Роспотребнадзора, из других профильных министерств. Они, на самом деле, в очень такой дружелюбной форме. То есть посмотрели, дали рекомендации, как Форварду уберечь своих сотрудников, то есть создать условия труда, которые, ну, то есть не будут ставить их жизни и здоровье под риском. Окей, мы достаточно быстро перестроились, да, то есть там сделали дистанцию. У нас хорошая новость в том, что у нас были маски, то есть у нас был некий запас, и нам хватило их пока, то есть мы там довезли новые. И да, то есть мы вот завод работал. А комплектующие, поставщики? Сложности были, то есть у нас был хороший запас комплектующих с осени, да, с осени, зимы. Да, конечно, были какие-то задержки, и, ну, завод, заводчане, ребята, молодцы, они потом перестроились и срабатывали, когда вышли, уж совсем вышли из карантина. Что касается уже взаимодействия с потребителем, с покупателем, с ездоками, ну, тут сначала, тут пришлось сначала учиться. Мы не знали, мы не понимали, как, то есть, ну, не было какого-то точного регулирования. Вроде как нужно закрыться, да работать можно. Работать можно, да нехорошо бы, да, то есть там была какая-то куча каких-то противоречивых... Это говорим про розницу. Да, 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 противоречивых рекомендаций. Ну, там надо было просто умело уйти в интернет-продажу, наверное. Ну, да, мы, ну, в нашем случае мы не уходили. У нас на данный момент несколько интернет-магазинов, и также у нас взаимодействие со всеми маркетплейсами и онлайн-площадками. Ну, то есть, когда я говорю со всеми, я имею в виду на самом деле со всеми. У нас, по-моему, то ли 17, то ли 18 контрактов. Но, наверное, после этого года точно не осталось людей, которые не верят в онлайн-продажи. Тогда что нас ждет в этом 21-м году? У нас много нового, то есть, начиная в первую очередь те же самые Apache, у нас, в принципе, каждый год на модели появляется что-то новое. Либо дизайн, либо спецификация, либо вот делаем новые модели. У нас пошла не отдельная линейка X. В прошлом году мы сделали вот первую такую модель. Это был Sporting X. Это 29-й стальной найнер на жесткой вилке. Самое главное, покупайте велики круглый год. Катайтесь на великах круглый год. Делайте счастливыми себя, а сделав счастливым себя, ты сделаешь счастливым этот мир. Всем пока. И на этой позитивной ноте мы отправились к следующему производителю. Сегодня мы в компании Веломоторс, которая выпускает велосипеды Стелс. Нас приветствует Владимир. Владимир, добрый день. Владимир, расскажите о своей компании. Мы крупнейший российский производитель. Мы производим велосипеды Стелс, я думаю, их все знают. С 2016 года мы возродили многим известный советский бренд Десна. То есть вы под этим брендом что-то выпускаете? Или действительно на производстве, где раньше выпускались в советское время велосипеды Десна, вы там и производите? Нам принадлежит тот завод, на котором еще в Советском Союзе выпускался бренд Десна. Выпускались велосипеды. И там вот на том старом оборудовании или все-таки какой-то обновленный? Нет, конечно же нет. Если уйти к истории завода, то перед тем, как им владеть начали мы, его практически полностью разграбили, и мы отстраивали его с руин. Соответственно, это новые цеха, новое оборудование современное. На старом невозможно было бы делать те велосипеды, которые мы делаем сейчас. На данный момент у нас два функционирующих завода. Это Московская область Кубинка и это бывший завод Десна, как я уже говорил, в Брянской области, в городе Жуковка. А какова доля импортной составляющей в вашем производстве? Сами на данный момент мы производим рамы, стальные рамы-вилки для наших велосипедов. Помимо этого мы делаем колесный обод, причем разных диаметров, начиная от 14-го и заканчивая 28-м. Владимир, а какую модель вы нам хотели бы предоставить на обзор? В этом году мы хотели бы сфокусироваться на нашем флагмане. Это Niner на системе 1.11, Navigator 970D. Это топовая линейка велосипедов, это облегченная гидроформированная рама, это система с рамой NX1.11, это воздушная вилка. По сути, это велосипед для тех, кто хочет получать максимум от катания, но ему недостаточно совсем базового велосипеда. Очень похоже с рамой NX1.11 на прошлогоднюю модель Navigator 770. Ну, во-первых, 970D это Niner, 770D с колесами 27.5. Второе отличие, это более легкая вилка из магниево-алюминиевого сплава с классической геометрией. Раз уж мы у вас в гостях, очень хотелось бы узнать, как для вас прошел 2020 год. Ну, в первую очередь, это рост цен, это сбои поставок и рост цен. Во время пандемии весь мир понял, что велосипед это все-таки классный и безопасный транспорт, и все ломанулись на фабрике в Азии. Как следствие, фабрики... Перестали справляться? Перестали все верно справляться с объемами заказов, начали поднимать цены, начали задерживать поставки. Какое-то время мы были закрыты, но после проверки Роспотребнадзором, после получения от них рекомендаций по безопасной организации труда, производство было вновь запущено. После введения послаблений мы наверстали объемы, упущенные в начале локдауна. Какие у вас планы на этот год? Сезон 2021 года действительно будет непростым. Все мировые производители ощущают нехватку комплектующих, поэтому наша основная задача справиться с резко возросшим спросом и дать возможность людям наслаждаться катанием на велосипеде, используя его как транспорт даже в случае повторения 2020 года. Что касается изменения модельного ряда, то из-за перебоев с поставками комплектующих в основном линейка останется той же. За исключением появления флагмана на 29-м колесе, мы планируем запуск двух новых туристических моделей и BMX более продвинутого уровня. Да уж, модель ГПЦ не явно выбивается из нашего бюджета. Ну что же, спасибо компаниям Форвард и Стелс за их рассказ. А вот компания Стингер в силу технических трудностей не смогла дать открытое интервью, но они смогли ответить на наши вопросы. Производство компании Велобалт находится в Калининградской области, на нем происходит конвейерная сборка велосипедов Stinger, Novotrek, Fox и Mikado. Под этими брендами выпускаются беговела, детские и подростковые велосипеды, складные велосипеды на любой возраст, разнообразная линейка горных велосипедов и самокаты для всех возрастов, в том числе трюковые и электросамокаты. Порекомендовали нам модель Stinger Graphite Evo. Это хардтейл на алюминиевой раме с амортизированной вилкой и трансмиссией 3х8 скоростей. А вот система шатунов, шифтера, переключателя и гидравлические тормоза фирмы Shimano. В каретке установлен картридж. Велосипед укомплектован широким рулем с посадочным размером 31,8 мм и спортивным седлом. По бюджету модель немного дороже 30 тысяч. На вопрос, как прошел 2020 год, нам ответили, что производство работало по режиму и в соответствии с правилами, которые были установлены в Калининградской области и территории РФ на время карантина. Со слов представителя компании, никаких трудностей они не испытывали и стараются наращивать объемы с каждым годом. И в 2021 году нас ждет масса новых и интересных моделей от Stinger, таких как трейловый хардтейл Stinger Zeta, трейловый хардтейл с плюсовыми колесами Stinger Quest, спортивный хардтейл для кросс-кантри на базе карбоновой рамы Stinger Genesis и гравельная модель Stinger Gravix. Для любителей комфортно кататься и на асфальте, и на грунтовых дорогах или по бездорожью. А теперь подведем итоги. Несмотря на ограничения, все производители смогли создать условия для полноценной работы в период карантина и с перспективой смотрят на 2021 год. Представленные модели оказались из разного ценового сегмента и сравнивать их было бы не совсем корректно, но мы были рады познакомиться с новинками от крупнейших российских производителей. Хочется верить, что и нынешний год оправдает их надежды, и они будут радовать любителей велосипедов своими новинками и, самое главное, приемлемыми ценами. За кадром мы общались не только с вышеуказанными производителями, и хотим отметить, что многие поставщики и дистрибьюторы ощутили проблемы с поставками велозапчастей, что, по нашему мнению, серьезно скажется на ближайшем велосезоне, и мы столкнемся с нехваткой комплектующих. Что касается цен, то с 2021 года они уже выросли и, скорее всего, еще будут расти. На этом мы прощаемся с вами. Если видео было для вас полезным, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до новых встреч!